Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101FM. Начало второго в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. В гостях у нас Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Всё верно? Да, всё верно. Здравствуйте. Осень длинная, осень затяжная. Надеюсь, наконец-то в ближайшее время начнётся зима и на душе станет посветлее. А я тебе должна сказать, я сегодня ехала и мне было так обидно. Опять начинаются проблемы с парковкой. Опять у нас снега на обочинах полно, и ты не знаешь, куда приткнуть машину. Но в то же время, если верить информации городской администрации, которая вроде бы подтверждается тем, что я обсуждал на днях вчера с подрядчиками, техника в этом году сильно лучше готова, чем в прошлом. И посмотрим в деле, собственно говоря. Её больше? Её больше техника обновилась. Вчера, кстати, в Эхо Москвы вы могли видеть свежий Катерпиллер, Бобкэт, точнее, который вот прям новенький, как мне сказали, который убирает здесь центральную часть города. Такие же работают в удалённых частях города. В прошлом году вот этих конкретно машин не было. То есть обновляются уже хорошо. В общем, осталось дождаться ближайшего большого снегопада и посмотреть, как будут работать. Ну, это вообще лакомство, бумажка будет и для оценки действий нынешних городских властей, которые достаточно активно критикуют прежнее руководство города. И для многих других ситуаций. Прошлая зима была непоказательной. Показательной в плане снега, непоказательной в плане холодов, в плане отопительного сезона. Дай бог, и эта зима будет тоже непоказательной. Потому что вопрос не в испытаниях для власти, а вопрос в том, чтобы людям было спокойно, чисто и удобно. Поэтому пусть всё без экстрима пройдёт. Ну, я тоже на это надеюсь. Хорошо, переходим к нашим темам. Я напомню, что вы можете задавать вопросы нашему гостю на сайте kirova.ru. Есть анонс нашего эфира. И там возможность для того, чтобы спросить Романа Титова о том, что вас волнует. Вот, пока к нашим вопросам переходим. Ну, наверное, всё-таки надо небольшое такое сделать отступление. Назад два шажка. Мы поднимали эту тему уже в дневном развороте. Тем не менее, прошла региональная конференция Народного фронта. Подвели вы итоги работы за год. Самое важное, вот прям самое основное. Что можешь сказать? Самое важное, на мой взгляд, то, что в этом году было больше, намного больше реальных дел, которые были сделаны. Это в том числе благодаря тому, что актив растёт, благодаря тому, что были массовые проекты типа генеральной уборки, интерактивные карты свалок, типа убитых дорог инициированные, большое количество обращений людей, соответственно, большое количество реакций. Там 150 ликвидированных свалок по обращениям людей, в том числе и свалок, ликвидированных нашими силами, силами активистов. Это очень неплохой результат. Ну и количество обращений тоже растёт. Конечно, хотелось бы, чтобы, честно говоря, оно снижалось. Это не тот показатель, которым надо хвастаться. Но организация востребована. Выходим на новый уровень. И в этом году мы впервые вышли на решение вопросов законодательного характера. То есть я уже в прошлом году, когда только-только в этой студии после выборов встретились, был вопрос, зачем пошли во власть в законодательство, я ответил, что действительно не сидеть там и ждать определенные инициативы законодательные, рождать на свет важные, серьезные. То есть в активе ОНФ инициатива по зеленому счету, которая уже продвинута и приняла форму закона. И вчера вот снова у нас там рабочее совещание по теме было. Ряд предложений по изменению федерального законодательства. Вот буквально недавно, две недели назад, коллеги в законодательном собрании меня поддержали. Мы отправили письмо на Совет Законодателей Российской Федерации. В частности, по внесению изменений в закон, позволяющий медотходы, которые на сегодня бесхозные. Мы знаем, что ОНФ было выявлено за последний год сразу несколько свалок. Тут-то там находят. Да, медотходов опасных, чтобы их ввести под действие 89-го федерального закона. Закона об отходах производства и потребления. Потому что на сегодняшний момент, да, вроде ты получаешь лицензию, ты должен предъявить договор с какой-то организацией на вывоз медотходов. Но за его соблюдение никто не следит. А единственная организация, которая уполномочена на это, Роспотребнадзор, поверьте, у нее хлопот полон рот, кроме того, как следить за медорганизацией. Мы предлагаем регулирование ввести под закон о твердых коммунальных отходах и, соответственно, под те жесткие рамки, которые этим законом предусмотрены. И ряд других вещей. То есть работаем активно. Слава богу, вроде бы получается, и коллеги поддерживают. Ну и пытаемся, будем пытаться, точнее, в рамках общественных предложений, которые мы на губернатора и на главу города сформулировали, отправим в ближайшее время дополненные, решить как проблемы частного характера, в частности, проблема с затяжная. Это проблема с транспортным сообщением в Малмышевском районе, заречная часть Вятки, где 3000 человек зависят от тарифов на платном мосту перевозчика, который, видимо, будет банкротиться. Там 300 рублей в один конец люди платят для того, чтобы проехать на большую землю. Это недопустимо, конечно, предлагая механизмы решения региональным властям. До городских проблем, в частности, мы предложили городским властям рассмотреть вопрос о, скажем так, введении в городскую схему перевозок маршрутов, которые у нас проходят по направлению, например, Киров-Русская-Башарова, потому что формальная территория города Кирова... А неформальные люди платят больше. Они формально платят, ну не просто больше, они платят в разы больше, хотя это город Киров. Я думаю, что это не велики деньги, но горожане, наконец-то, смогут почувствовать себя полноценными горожанами. И вот эти общественные предложения, которые, в частности, и к городу пойдут, это, опять же, такая с нашей стороны лакмусовая бумажка, на которой мы посмотрим, как новые городские власти будут исполонять свои обязательства перед горожанами. Есть еще одна тема, которую вы продвигаете, я знаю, потому что брала ее несколько раз в программу «Дайджест недвижимости». Это тема с безопасностью детских площадок. Я так понимаю, что пока еще нет подвижек особо. Пока подвижек нет, и поэтому мы расширенно, сразу разделив на несколько частей, тему по детским площадкам ввели в общественные предложения. Так же, как и наши выводы по реализации проектов, я думаю, мы к ним сегодня, может быть, даже перейдем. Это проект «Безопасные качественные дороги». И, наверное, в большей мере это проект «Комфортная городская среда», то есть это ремонт дворов, потому что большое количество нареканий есть. Кстати, по ремонту дорог наша главная претензия состояла в том, что при ремонте их совершенно не учитываются потребности маломобильных групп населения, а это в том числе не только инвалиды-колясочники, это мамы с колясками. То есть ты имеешь в виду то, о чем писали наши общественники? Сделали новую дорогу, поставили новые бордюры, и вся доступная среда пропала. При всем при этом вопрос решается элементарно на этапе формулирования заказа. То есть просто в список технических документов, которые должны использоваться при подготовке проектной документации, должны быть введены государственные стандарты по доступной среде. Вот и все. Это не сильно удорожает, а иногда даже удешевляет, потому что расход материалов меньше идет. Бордюр либо есть, либо его нет. Там идет невысокий бордюрный камень. Но это сильно упрощает передвижение по городской среде. Мы все видим, как мамы с колясками на новые 30-сантиметровые бордюры, которые используются в том числе при ремонте дворов, затаскивают эти самые коляски. А еще есть люди с чемоданами. Да, я чувствую, что ваши впечатления от заграничной поездки, они выражаются. Да, в Кирове, к сожалению, все, конечно, не так, как даже в Москве. В Москве с этим проще. Поэтому надеемся на реализацию наших предложений. Практика показывает, что значительная их часть все же бывает услышана и реализована. Ну, а о том, как это все будет происходить, думаю, регулярно в этой студии будем общаться. Хорошо. Ну, раз уж ты заговорила о программе формирования комфортной городской среды, я должна озвучить новость. Да, сообщили наши коллеги портал «Свой Кировский». Ну, у них, по крайней мере, я видела, думаю, сообщали и другие. Кировская область получит 300 миллионов рублей на ремонт дворов в следующем году. В 2018-м. То есть из федерального бюджета 287 и около 15 еще из регионального бюджета. Ну, вроде как программа продолжится. Об этом было заявлено на семинаре «Минстрой России» по вопросам ЖКХ и городской среды в Москве. У меня там был мой знакомый из другого города. И он, конечно, восторженные отзывы совершенно писал, что Россия в течение пяти лет совершенно преобразится. Огромные деньги вкладываются, но все зависит от граждан. Граждане, как я понимаю, теперь обязаны будут участвовать в общественных обсуждениях всех этих проектов. Без обсуждений эти проекты каким-то образом одобряться не будут. Уже в этом году такая новелла, скажем так, была. Единственное, конечно, этот год был непоказательный в том плане, что проект стартовал очень резко. То есть дорожная карта, по-моему, появилась год назад, в ноябре прошлого года. Деньги дали внезапно. Деньги дали внезапно, и действительно многие не успели. У кого-то, как у администрации города Кирова, был большой, хороший пакет проектов, в том числе проектов, которые выходили на ППМИ, но не были защищены, не стали финалистами, которые можно было быстро реализовать и подвести под эти федеральные средства. В каких-то муниципальных образованиях вот эти деньги, знаете, там спрашивают, что легче, килограмм свинца или килограмм снега. Вот это был как килограмм свинца на голову, а не как килограмм снега. То есть это было болезненно. Эти деньги надо было спешно осваивать, потому что неосвоение этих средств, слово плохое, конечно, но так или иначе, неосвоение, оно могло отразиться на финансировании региона в целом. И поэтому даже в моем Слободском, от которого я избирался, затянули, мягко говоря, там, слава богу, это не с ремонтами асфальтовых покрытий, которые нельзя осенью шлять, а с ремонтами светильников, замены светильников, которые шли по комфортной городской среде. Были проблемы в начале года большие у всех муниципалитетов из-за того, что область тормозила процесс, не было спущено четких технических указаний по конкурсной документации, по формулированию ценовых условий неких, то есть процентов финансирования области, муниципалитета и федерации. И люди звонили, говорили, скажи хоть что-нибудь, что нам делать. Я говорил, берите нормативку Минстроя федерального, они вовремя это сделали, делайте по ней, не дожидаясь, пока тут у нас родится. Кроме того, в процессе реализации проекта была передача одного куратора к другому. Как ты думаешь, в следующем году, я прошу прощения. И все хлебнули этого лихо. И поверьте, на прошлой неделе была большая встреча с губернатором. Досталось всем, и не публично в том числе. И я уверен в том, что в этом году, в следующем точнее, как-то вот к 300 миллионам мы сильно больше готовы. То есть боевое крещение уже пройдено, но остается ряд задач, которые не решены. И это главное из них, как мне кажется, это нехватка подрядчиков. То есть нехватка неподрядчиков в смысле отсутствия желающих с конкурса взять лоты и отработать. Нехватка подрядчиков в плане действительно грамотных исполнителей, которые не передадут кому-то это на субподряд. Это ведь зависали проекты из-за этого. Многие проекты там прямо на совещании оперативно по одному из домов на улице Красноармейской, то ли 63, то ли 53, просто сейчас не помню. Я фотографии Игоря Владимировича показывал, где подрядчик такого черта наделал, что я даже не знаю, там, двор был лучше до ремонта или после. Ну что, ну, тяп-ляп просто сделано. Я думаю, все должны понять, деньги государевы голову оторвут там по самому не балуйся, если это не выполнить. И еще в чем проблема? Люди ведь не знали про то, где найти информацию, про то, как оформить заявку, про то, как провести слушание. Люди, честно говоря, вообще не знали о том, что им сначала надо собраться и сделать проект, насколько я понимаю. Вот мои коллеги потратили три дня на то, чтобы найти на всех участвующих сайтах муниципальных образований разделы, где вот вся эта информация содержится. Поэтому мы очень попросили и на совещание у губернатора, и в рамках общественных предложений создать какой-то ресурс единый областной, на котором пусть будут даже не портал там этой комфортной городской среды, а ресурс, на котором ссылки на внутренние страницы находятся, где люди могут найти эту базовую информацию, чтобы они просто поняли, что им делать, куда бежать и в какой последовательности делать. Кроме того, во многих муниципальных образованиях требовали документы, которые вообще никак Минстроем не предусмотрены. Например, каково там при рассмотрении конкурсных районов потребоваться людей квитанции о том, что у них нет задолженности за коммунальные платежи. Это вообще одно к одному. Какое значение имеют? Требовали и даже пытались исключить там проекты из рассмотрения. Разве вы такие плохие не платите, не будет вам нового двора и новых светильников. Хорошо, но ты прогнозируешь, что в следующем году все будет более как-то системно, да? Что было бы важно, чтобы в следующем году на этапах реализации проекта собиралась регулярно межведомственная комиссия, которая законом у нас, точнее нормативкой Минстроя предусмотрена, раз в две недели хотя бы, где входят общественники, представители власти, где мы можем оперативно высказать, не письма писать, не через газеты общаться с властью, а где можем оперативно высказать свои претензии. И оперативно исправить. Губернал, кстати, эту идею поддержал. Дай бог, она будет собираться не два раза, как было в этом году. Ну, будем надеяться все-таки на регулярную и постоянную работу. Роман Титов, сопредседатель регионального штаба ОНФ, вице-спикер законодательного собрания у нас в эфире в особом мнении. Сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ у нас в эфире в особом мнении. Яна Лапшина, и мы продолжаем. Ну, Роман, дольщики сейчас, я просто тут в перерыве зашла на сайт, посмотрела, оказалось, что по Новому Сергееву у нас огромное количество вопросов. Ну, дольщики не совсем, наверное, покупатели квартир в Новом Сергеево подпадают под это определение. Я, насколько понимаю, они до сих пор не признаны пострадавшими дольщиками. И не могут быть признаны до свершения целого ряда процедур, немало части которых мало зависит от региональной власти. Напомню, у нас само понятие и сами процедуры определены федеральным законом, а региональным законом только приземляются. Для того, чтобы гражданин был признан обманутым дольщиком в полной мере, на его объекте не должны вестись работы. Компания, которая строила этот объект, должна быть признана банкротом. То есть пройти, собственно говоря, стадию наблюдения и перейти в стадию конкурсного управления. И еще целый ряд формальностей, которые надо выполнить. Дальше уже мера поддержки оказывается. После этого граждане попадают в реестр граждан, пострадавших в ходе строительства жилья, и им можно оказывать меры поддержки в соответствии с региональным законом. То есть либо кто-то достраивает их квартиры, либо они получают обратно деньги, насколько я понимаю. Либо они не доводят до этого и через страховые компании возмещают свои средства. Но примитивно к Ному Сергееву, боюсь, это не всегда тот механизм, который возможен. Поскольку, по моей информации, по меньшей мере одна из страховых компаний, где была ответственная застройщика застрахована, она находится на боку и свои обязательства исполнять не собирается. То есть целый ряд процедур, которые надо пройти, чтобы получить статус обманутых дольщиков. Но мы же работаем и не только с теми гражданами, которые дольщиками таковыми обманутыми признаны. Сегодня с утра у меня было, буквально пришел к вам с двух совещаний. Первое было по дому на улице Сурикова, у которого истекает срок действия за решение строительства. Есть целый ряд готовностей, по-моему, 98%, но есть целый ряд причин, которые мешают его сдаче в нормативный срок. С Минстроем совещаемся, и сегодня там снова новые моменты, которые надо решить для того, чтобы объект ввести. Там дольщиков обманутых формально нет ни одного. Есть проблема. Также по Ному Сергееву мы понимаем, что их как обманутых дольщиков нет, но как проблема, она есть, ее надо решать уже вчера было, собственно говоря. Конкретные сроки есть, когда вообще может быть какое-то решение? На компанию пока никто не подал, на банкротство. И это могут сделать целый ряд структур налоговая, государственные органы, сами дольщики. Но если вы внимательно посмотрите риторику в социальных сетях по итогам вчерашнего совещания у губернатора, дольщики, уж сам начал говорить, пострадавшие граждане из Новосергеева, не горят желанием видеть банкротство своей компании. Ну, потому что они опасаются того, что не достроят, я так понимаю. А банкротство – это необходимый этап к достройке этой самой слободы Новосергеева. К сожалению. То есть это механизм, который не обсуждается, поскольку на его изменения мы потратим сильно больше времени, это федеральное законодательство, чем на решение проблем дольщиков Новосергеев. Опять дольщики, ну пусть будет так. Говоря о дольщике, мы имеем в виду пострадавших граждан. Поэтому на сегодняшний момент, сегодня у нас 16-е, завтра должна быть завершена... А, да, отступлю чуть-чуть. Помимо всех этих механизмов правовых, по признанию, непризнанию, важен еще механизм помощи. То есть, чтобы понимать, что можно сделать с этими объектами проблемными, которые в Новосергееве расположены, там есть как уже введенные в эксплуатацию дома, которые... Не доделаны. Нет, они сданы, но по целому ряду своих потребительских качеств, они не подходят для проживания граждан. Ну, где-то там нет вентиляции, где-то нет корроризации. И, возможно, представляют там некую опасность для проживания людей. И есть ряд объектов, которые в процессе строительства находятся. Вот надо решить, что с ними сделать, а для этого нужны экспертизы. Вот завтра заканчивается проводимая совместно с прокуратурой экспертиза, которую проводят СЭС и пожарная служба. То есть в плане пожарной безопасности, в плане санитарно-эпидемиологической безопасности. И после этого мы собираемся. Будет, на самом деле, скорее всего, две встречи. То есть первая встреча на площадке Минстроя. Вторая будет запуском нашего проекта ЗАГС-собрания по созданию постоянной действующей рабочей группы по решению проблем дольщиков. То есть мы на своей площадке тоже соберемся, где уже Минстрой будет не в качестве организующей стороны, а в качестве стороны, которая ответ будет держать о том, как все это произошло. Мы же помним, что президент особое внимание подольщикам обратил внимание. И мы это жестко сейчас возьмем. И будем обсуждать варианты решения проблем. Пока у меня есть экспертиза, которую, собственно говоря, сделала компания Витру и научно-производственный центр. Она касается только двух домов. Домов номер 8 и 10 по улице Заповедной. Это сданные дома. Это сданные дома. Эту экспертизу сделал Витру. Выкупил мой коллега-депутат Федор Николаевич Киселев, депутат по этому округу. Мы ее незаменительно получив, передали в правоохранительные органы и Минстрою. Ну, просто для того, чтобы сэкономить время на конкурсных процедурах, правительство не может так просто быстро потратить средства на выкуп этой экспертизы. Она важна и нужна. Выводы экспертизы очень серьезные. То есть допущены существенные нарушения как на этапе проектирования этих двух сданных домов, так и нарушения технологии строительства. То есть здесь усматривается вина как проектной организации, которая проигнорировала результаты действительно качественно проведенных гидрогеологических изысканий. То есть проектировщики не учли это. А проект, как понимаю, делался не компанией техкомсервис. Он приобретался вместе с земельным участком. Не они начинали там строить. И второй важный момент. Самим застройщикам компании техкомсервис были нарушены технологии при производстве строительных работ. То есть там, более того, должны были использовать технологии, которые в Кировской области-то мало кем могут делаться. В силу климата? Буронабивные сваи. В силу отсутствия необходимого оборудования и отсутствия необходимых специалистов. Но эти работы делались не по технологии. В результате чего возникает вопрос к мощности конструкции. А в этих домах вообще можно жить? То есть люди-то туда заехали, я так понимаю. Люди оформляют собственность. Но, скажем так, по жизни в этих домах есть большой вопрос. Перспективы? Ну, давайте дождемся завтрашних экспериментов, потому что там есть устранимая проблема. Завтра получим комплексную картинку. Возможно, мы поймем, что те проблемы, которые накопились и на этапе проектирования, и на этапе строительства, их можно решить некими новыми проектными решениями. А кто будет решать? Ну, извините, на сегодняшний момент в компании Техкомсервис 6 человек. Но у них есть подрядчики, которые там работают, так или иначе, по меньшей мере, на одном из их объектов, на Маклина. Там высшая степень готовности. И, извините, к сожалению, эти проблемы будут решать региональные власти и региональные депутаты, как это все там доделают. То есть, возможно, это устранить можно. Если есть неустранимые проблемы, ну, это я уже так, извините, говорю от себя, поскольку мы это ни с кем не обсуждали, я там жду завтрашних результатов, то вдруг придется по федеральным нормативам проводить экспертизу, признавать дома подлежащими аварийными, подлежащими расселению. Это будет проблемой городских властей. То есть надо будет изыскивать площади? Надо будет изыскивать площади для переселения граждан. Возможно, я не исключаю никаких вариантов, но еще раз повторюсь, я это говорю, не имея всей картинки, вся картинка сформируется завтра. Я чувствую, что дольщиков, ну, Сергеев дольщиков, да, вот мы еще больше напугали. А я, понимаете, там, я не собираюсь кого-то пугать или кого-то приласкивать, уговаривать и прочее. Я думаю, там и Татьяна Широкова, с которой мы вчера там созванивались. Одна из активистов. Да, из активисток и другие дольщики. Вряд ли они ждут каких-то там ласковых слов от меня. Наверное, они это дома ласковые слова получат. Я объективно проблему озвучиваю. Она есть проблема. Есть ее решение. Но для того, чтобы выбрать путь, необходимо довершить некие формальные процедуры. И вот самое последнее, что надо делать в этой ситуации, это кричать, что о нас забыли все. Я их понимаю. Они деньги вложили в это. В публичном поле роман все-таки вот история такая. У меня есть ощущение, что не высказываются представители областного правительства по вопросу Нового Сергеева. Ярких, по крайней мере, заявлений я не видел на этот счет. Ну, что может быть более ярким, чем вчерашнее приглашение на правительство Кировской области? Вчера, да. В чем вы правы? В том, что открытости, наверное, не хватает. Я думаю, что сейчас после изменения организационной структуры правительства в части разделения Минстроя на две структуры, то есть Министерство ЖКХ, Энергетики и Министерство строительства, мы еще не знаем, кто будет новым министром строительства, что удастся с самого начала убедить людей обеспечить открытость этой процедуры. Тем более губернатор на этом настаивает. И вчера ответственным лицам велел срочно ехать, смотреть, как работы там проходят на проблемных объектах. Ну, не на Новосергеевских объектах, на Митилевских, на автоспецгарантии. Вот. Что-то я так запыхался немного, потому что, ну, действительно, есть много что сказать. И в этой ситуации, вот просто вот мое ощущение, стараемся, делаем, камни в спину не надо. То есть, правда, там, это, ну, благодарность никто не ждет, но работа ведет. Мне ничего не надо выдумывать, высасывать из пальца. Я ситуацию по всем этим объектам знаю, по всем проблемам, объектам дольщиков. Ну, окей. Сделаем паузу рекламную сейчас на две минуты, прервемся и вернемся в эфир. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас, напоминаю, Роман Титов, вице-спикер ОЗС и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Ну, я не знаю, тема дольщиков, конечно, она такая, очень тяжелая, проблемная, можно было бы продолжать. Но, к сожалению, тем других тоже много, или, к счастью, я не знаю. Про них мы тоже должны поговорить, потому что анонсировали и обещали слушателям. В первом части дневного разворота сегодня мы обсуждали анонсированные властями и СМИ повышение транспортного налога и налога на офисные торговые центры. Наши коллеги из «Бизнес-новостей» об этом написали. Ну, собственно говоря, можно прочитать, да, повышение транспортного налога коснется автомобилей с мощностью двигателей от 150 лошадиных сил. И там, в зависимости от градации с лошадиной силы, скажем так, да, от 6 до, по-моему, 30 рублей будет повышение на одну лошадиную силу. Да, это если уже больше 250 лошадиных сил мощность двигателя. Что касается налога на торговые и офисные центры, там ставка поднимется, по-моему, в полтора раза, да. Сейчас она процент, будет полтора процента. Это торговые и офисные центры площадью свыше 2000 квадратных метров. По этой теме были у нас эфиры некоторое время назад, несколько лет назад, когда тогда решение только-только принималось. Вот, что ты можешь сказать? У нас сегодня в эфире мнения, честно говоря, разделились, да. То есть, во-первых, грузоперевозчики большегрузов говорили о том, что их это не касается, они платят по какой-то иной системе, да, налоге. У них рвоты по системе Платон, там идут зачеты, и, ну, то есть их это действительно в меньшей мере касается. Вот, но они говорят, что тенденции нехорошие, то есть вот показатель того, что вроде как начали повышать, неминуемо, значит, приведет к тому, что рано или поздно коснется всех. И вторая история, позвонил нам слушатель, который рассказал, что да, у меня есть машина, да, у нее мощность более 150 лошадей, но это старая какая-то Судзуки, мы живем, значит, за городом, у нас там сугробы, и у нас тут много вот таких машин. И я, говорит, не вижу другого выхода, кроме как перерегистрировать машину в другом регионе. Вот и все. А, нет, подожди, я вру. Я вру, он сказал, что он зарегистрирует на родственника пенсионера и будет платить по льготной ставке. Вот, достаточно популярная штука. Дайте-ка вместо того, чтобы деньги в дорожный фонд мы будем тут платить, мы лучше всех обманем. Ладно, не суть. Нет, тут вопрос в том, не потеряет ли бюджет после этого. Я скажу так. То есть, вот все, что я сейчас прокомментирую, это мое личное суждение, поскольку как депутаты ни на комитете, ни тем более на пленарном заседании законодательного собрания мы эти вопросы не обсуждали. Есть пока некий набор частных суждений по каждой из этих двух законодательных инициатив. Вот я говорю о своем суждении. Я считаю, что инициатива по транспортному налогу, на мой взгляд, является преждевременной по его повышению. Предполагаемое увеличение доходов областного бюджета несопоставимо с возможным общественным резонансом от введения таких ставок новых. Поэтому там моя личная позиция стоит в том, что я считаю, что этот проект необходимо отложить и, скажем так, рассматривать его исключительно после проведения консультации с предпринимательским сообществом, с обществом автоперевозчиков, с представителями гражданского общества, пусть на базе общественной палаты, пусть там иную структуру. Потому что он, несмотря на то, что в отношении него не делается оценка регулирующего воздействия, но его регулирующее воздействие на все сферы общественной жизни достаточно велико. Кроме того, мы вот сами там с коллегами сегодня с утра сидели и вот пытались сходу, проект поступил на днях буквально, вникнуть в суть, оценить риски. Времени слишком мало для того, чтобы принять действительно качественное и эффективное решение. Поэтому вот очень надеюсь, что нам удастся выйти на некое компромиссное решение с областной властью и, возможно, убедить их найти иные источники пополнения бюджета. Вот очень осторожно и уклончиво я отвечу на этот вопрос. Человек не суеверный, но не хочу сгласить. Да, Роман, ну раз уж знакомились с документацией, вопрос, там сумма какая? Сколько выгодить-то хотят? Ну хотя бы порядок. Порядок 40 миллионов рублей. 40 миллионов рублей. Потому что это касается действительно небольшого количества автомобилей. Это касается реально таких, знаете, вообще некий налог на богатых, да, получается? Ну говорили у нас об этом в эфире, да? Да, машина от 150 лошадей, ну там, то есть ты должен понимать, для чего тебе такой автомобиль. Вот поверьте, там, аргумент, что мы живем за городом в заснеженном краю, там, он не важен. Там важен полный привод и вовсе не количество лошадиных сил. Там, мы же не с пацанами на битых бэхах гоняем, там, по подгорянке Шихова. Не, ну ты понимаешь, когда покупал человек эту машину, может быть, много лет назад, он же не думал, что будет все так, правда? Ну вот у меня, я сам автовладелец, я себе такую машину не куплю, потому что понимаю, что рано или поздно там автомобиль, во-первых, мне это не надо, вообще деньги надо экономить там на бензине. Он как-то нынче стремительно дорожает, опережая инфляцию. Во-вторых, там, ну куда мне там вот эти вот лошади, там, не скачу никуда, там, перемещаюсь 60 км в час, ну не суть. Там есть люди, у которых такие машины есть, зачем-то. Наверное, эти люди должны быть готовы платить. Но, по-любому, это надо обсуждать. То есть эта тема должна быть подготовлена в информационном пространстве, чтобы люди поняли, коснется их это или нет. Коснется это покупать ли продуктов питания, к примеру, в магазинах, или это вообще никак на перевозчиков не отразится. Что будет с автобусниками, которые сегодня, ну, правильно отметили кто-то в комментариях коллеги, что при малейшем затрагивании любой темы, связанной с бензином, с акцизами, с налогами транспортными, у нас перевозчики пытаются поднять стоимость проезда. Это правда. Вот конец года, жди... Жди очередного письма. Да. Поэтому вот мое личное мнение, что, наверное, вот эта вот штука преждевременна. То есть на ближайшем заседании законодательного собрания, скорее всего, вопрос не будет рассматриваться? Не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, хорошо, будем посмотреть. Еще одна тема, которую хотела... Так? Мы не дошли до торговых центров. Торговый центр, да, совершенно верно. По торговым центрам у меня лично другое суждение. То есть вчера было... Ну, оно такое там, вы знаете, там, опять же, из-за недостатка времени я не успел вот прям глубоко внынуть в эту историю, но вчера на собеседовании с кандидатами на должность полномочия, на должность бизнеса бунтсмена обсуждалась вот какая история. С профессионалами, кстати, которые работают в сфере аренды недвижимости, это вопрос ставок аренды в торговых центрах. Вот руководитель одного из крупных торговых центров, который претендовал на должность кировского бунтсмена, человек, которого я знаю очень давно, с которым хорошее отношение, он сказал, что за последние годы ставка средняя по аренде в торговых центрах города Кирова достаточно существенно упала, в том числе из-за избытка предложения торговых площадей в городе. То есть идет конкуренция, мы видим, что есть несколько торговых центров, которые вообще пустые стоят, на многих вывеска аренда, поэтому для того, чтобы затянуть туда клиентов, там идет падение ставок. Ставки очень-очень-очень сильно упали, хотя инфляционные процессы там, они идут, то есть арендодатели роняют эти ставки. И если гипотетически подойдет на полпроцента рост ставок для самих арендодателей, вряд ли, вот учитывая этот откат по стоимости аренды, это очень как-то страшно отразится на арендаторах. То есть это полпроцента, а выиграли они за счет снижения ставок и пересмотра договоров намного больше. Сегодня, общаясь с руководителями некоторых торговых центров, я вижу, что идет даже такой троллинг со стороны арендаторов, то есть они говорят, снижай нам ставки. Или мы съедем. Или мы съедем, и у тебя будет дыра на первом этаже, и будешь искать нового якорного арендатора, арендодатель, взявшись за голову, идет на снижение, поскольку действительно логика в этом шантаже есть. Это вот еще раз такое неподготовленное пока мнение, потому что действительно из-за того, что у меня все утро было стройкам посвящено, в разной степени проблемности, я не успел настолько глубоко в эту тему вникнуть. Пока с коллегами и на комитете профильном мы этот вопрос не обсуждали. То есть я хочу понять суть этой инициативы, ее реальную безболезненность или, условно говоря, ограниченную болезненность для торговых центров и для рынка. Но тут даже не торговые центры, наверное, когда мы обсуждали эту тему несколько лет назад. Вопрос в потребителях, в конечных потребителях, на которых может отразиться вот эта повышенность. Вот лично мое мнение, что на потребителях рост стоимости бензина отразится, вот уж, поверьте, намного серьезнее, чем полпроцента в налоге на торговые центры. Ну что ж, я даже не знаю, вот тут начинать ли следующую тему. Боюсь, что не успеем мы, наверное, поговорить про песню из Волгограда. Только спеть меня не просите. Нет, спеть не прошу. Я в детстве несколько раз пел в хоре «Орленок», с тех пор голос у меня сломался. Я уже в хорах больше не пою, даже в карауке не пою. Роман, не успеваем. Не успеваем. Не успеваем. Ну, на этой радужной ноте, на ностальгической, позвольте сказать вам «До свидания». Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба УНФ, был у нас в особом мнении. Яна Лапшина тоже с вами прощаюсь. Продолжение следует...